Праздничные ёлки Что ты там делал, чем занимался? Насколько я знаю, ты принимал участие в записи различных композиций с довольно известными людьми. Поделись с этой информацией. Значит, не так много времени я провел в Румынии. Обычно люди больше времени там проводят, чтобы вернуться. А я вернулся быстрее, потому что я успел больше сделать им дел, чем, может быть, другие. Я за полгода успел где-то 15 песен сделать для Румынии. А это песни для их исполнителей, для тех, которые уже достигли международных высот. Вот. Например, Александр Стан, Анда Адам, Fly Project. Там Рина и Силь. Ну, это артисты, которые, наверное, хорошо знакомы нашей стране. Знакомы, да, на слуху. Они часто посещают нашу сцену тоже. Вот. И как бы вот совсем недавно вышла песня Андрея Балан, которая уже достигла, ну, не знаю, где-то 3-3,5 миллиона вьюзов на YouTube. И три дня назад вышла песня Fly Project и все такое. Очень рад, что я во всех этих песнях участвовал. Получается, ты принимал участие именно в записи этой композиции вместе с артистами? Да, да. А изначально планировалось на больший период к соседям нашим? Или сразу было известно, что возвращаешься сюда, чтобы работать дальше здесь? Да, изначально я думал, что останусь на больше времени. Просто я успел сделать то, что рассчитывал. Сжатые сроки, да? Сжатые сроки, да. И как бы когда закончил эти все дела, я вернулся сразу, чтобы сделать уже свою продюсерскую фирму, продюсерский центр Natan Music Pro. Мы об этом центре тоже поговорим. А хотелось бы вообще узнать, потому что я вижу, что ты говоришь о Румынии уже в принципе как о своей сцене. Для тебя это не чужая какая-то сцена, не чужие артисты. Это в принципе уже твой тот же круг общения. Как ты вообще попал в Румынию? И насколько сложно пробиться на румынскую сцену? Во-первых, я про ихнюю сцену еще немного знаю. Я знаю про то, что находится за сценой. Это, наверное, главнее и важнее, чем то, что находится на сцене. Потому что все, что происходит за сценой, это в принципе то, что происходит в основном в их мире. Ты знаешь, все механизмы. Механизмы, да. И в принципе не так уж все и сложно, не так уж все и непонятно. Как мы в основном... У нас нет информации такой, чтобы все поделились, чтобы знали, что надо делать в Румынии, когда мы туда едем. Ну а рады ли они нашим, пускай и талантливым, но все-таки артистам? Конечно, рады. Я вообще не заметил того, чтобы они нам делали проблемы или не помогали. Если человек хорошо справляется с тем, что у него лучше всего получается, то да, конечно, очень важно делать то, что умеешь лучше, чем они, чтобы как-то найти себя там. Но для этого надо тут учиться очень много, надо тут работать над собой, и потом уже тебя заметят. Вот меня, например, заметил лидер группы Fly Project, и в этой же студии ихней я работал, в продюсерском центре Fly Records. И как бы он был прямо на пляже и смотрел свой ноутбук, и смотрел видеоклип Дары, который... Ну как видеоклип, там было видео с кошками, в котором... Видео с кошками. Видео с кошками. Видео с кошками. Кто сидит за ее творчеством, знает, о чем я говорю. Да, видео с кошками, для которых я сочинил когда-то песню с Дарой. Вот, и это видео уже достиг таких 100 миллионов, короче, вьюзов на Ютюбе. И он смотрел вот этот видео, и он сказал, хочу, чтобы этот продюсер работал с нами. И вот он так мне и позвонил, и я поехал... То есть с них началось сотрудничество, да? Все началось с кошек, обычных кошек. С кошек, да? Ты вернулся обратно домой для того, чтобы продолжить работу над своим проектом, да? Над своими проектами. Даже над своими проектами. Над своими проектами, да. Какими, какими? Один из таких проектов мы вычитали, называется «Дом музыки». Расшифруй, что это за дом, и вот с чем было такое название, ассоциация. Ну, я так подумал, что надо будет сделать... В принципе, это та же студия, но я не буду записывать других, кроме тех, которые покупают у меня песни, или для которых я буду писать песни даже и бесплатно, но с какими-то там... Ты мне начинаешь напоминать молдавского Тимберленда, продюсера, да, который в свое время и Нелли Фортадо пользовалась, и группа «Посекадолус», в общем, много-много-много заграничных артистов, да? Да, правильно, должен был быть такой человек. В основном все уезжают отсюда, чтобы работать там. А я вернулся, чтобы сделать все это, поменять, потому что у меня вкусы поменялись там, я хочу научить наших людей, чтобы они смогли сделать международный продукт. Что важно, похвально, приятно и так далее. Какие еще планы на ближайшее будущее? Знаем про поиски. Да, есть поиски. Кого ты ищешь? Кого ищет Натан? Такие кастинги. Да, да, кого ищет Натан? Нет. Значит, я ищу девушку для дуэта. Не знаю, как вам объяснять про возрастной… Есть какие-то ограничения? Ограничения, конечно, есть. В 18-20 трибу, я думаю, так будет нормально. Которая поет, которая талантливая, которая прошла через некоторые конкурсы, еле даже не прошла и хочет пройти, но хочет как-нибудь, чтобы они узнали уже другими путями. И я как бы предлагаю то, что я сделаю. Нет, песня уже готова. Так, получается, песня записана, ты ищешь исполнительницу, да? Да, ну как, песня, оркестровка готова, песня как композиция тоже готова, будет снят видеоклип. Вокал нужен, да. И как бы я решил, мне совсем не сложно позвонить любой исполнитель из Молдовы, чтобы это сделать. Я решил по-другому. Давайте я сделаю так, чтобы кому-то я помог этим. Для кого-то это было стартом, конечно, шансом, да. Хорошо. Куда обращаться и вообще как будет проходить кастинг? Просто с тобой связываться напрямую, да? В соцсети. Это самый удобный сейчас метод, чтобы я все это послушал, посмотрел на это все. Отлично. Еще мы знаем то, что ты не сидел без дела, помимо того, что ты писал музыку для румынских исполнителей, ты еще не забывал о себе любимом. Конечно. Ты писал для себя композиции, песню пришел с новинкой. Что это за песня? Расскажи в двух словах, что это новая композиция? Это песня про то, как сильно я люблю музыку, которая выходит оттуда или оттуда. И вот про это я говорю на румынском языке. Мне помогла очень сильно писательница, поэт Радмила Попович, которая сочинила для меня этот замечательный текст. Но как будто она знала, что я чувствую, через что я прошел до сих пор. И как бы вот эта песня получилась, по-моему, хорошая. Она получилась лирической, танцевальной? Поп-рок в стиле Натан. Я, наверное, вот это все-таки мой жанр. А ты очень придираешься к текстам вообще, в принципе, к словам, просишь что-то переделать? Обычно Радмила Попович справляется отлично. И особенно я хочу с ней работать, я люблю с ней работать, когда я чувствую, что я не сделаю лучше. Я уверен, что она всегда лучше, чем я это сделаю. Поэтому лучше она сделает. Хорошо. Ты даешь шанс проявить себя нашим молдавским юным, еще, может быть, артистом. А с кем бы ты, может быть, в будущем хотел бы сам посотрудничать, может быть, провести какие-то, может быть, проекты новые в силу. Может быть, с румынскими звездами спеть вместе. Либо, может, написать какую-то композицию совместную. Я открыт для любых взаимодействий. У меня есть какой-то человек, который, вот, ты бы хотел бы с ним все-таки, может быть, спеть, может быть, в Румынии. Может, тоже группа Flat Project, какой-то совместной композиции. А, понятно. Ну, в принципе, все, что я захотел, у меня не проблема. Не стремишься, такая, от массы. Не стремишься, не стремлюсь я сильно. Потому что я знаю, что я в любое время могу сочинить и им тоже песни, и другим тоже. Потому что они уже меня знают, они уже послушали то, что я умею. И мне важно просто, чтобы они узнали, что я делаю тут уже, в Молдове, в своей стране. Ну, в общем, мы не прощаемся с тобой, Натан. Мы хотели бы от компании «Яковс» принести тебе маленький сюрприз. Утреннее вот эта баночка кофе будет помогать тебе писать новые композиции. Спасибо за бодрость. Мы напоминаем всем юным исполнительницам от 18 до 20, давай, четырех. Четырех давай, пусть будет. Это ты для кого-то, да? Это ты для кого-то выбросил свои фрукты. Да, еще один год больше я выбросил. Обращайтесь на Тан, если вы хотите спеть его композицию. Это абсолютно бесплатная услуга, кстати. Или придется заплатить потом эту песню? Конечно. Абсолютно бесплатная. Абсолютно бесплатная. Ну, наша программа продолжается. Да, мы посмотрим утренний сюжет Сергея Суручана, а потом вернемся в нашу студию и услышим новую песню. Прекрасное утро, Надя. Но есть одна вещь, о которой я очень сожалею. Наверное, о том, что я не пою. Денис, не надо ни о чем жалеть. Пусть поют те, кто умеет это делать. Да, например, как наш сегодняшний утренний гость. Надо. Ха-ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok